Со спортом дружить, здоровым быть. Фокина прошла традиционная летняя спартакиада школьников. В спортивных состязаниях приняли участие ребята, отдыхающие в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Юные спортсмены соревновались в беге, выполняли упражнения на силу и гибкость, участвовали в командной эстафете. О ходе соревнований и победителях расскажем в сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Здоровый образ жизни. Это норма». Лето, каникулы, солнечный погожий денек – самое подходящее время для занятий спортом. Первой смене ребят, отдыхающих в пришкольных летних лагерях, повезло. День проведения традиционной летней спартакиады школьников выдался словно по заказу. В этот раз на старт вышли шесть команд. В составе каждой десять человек – по пять мальчиков и пять девочек. Перед началом соревнований все участники постарались громко заявить о себе. Наш девиз! Мы к мечте своей идем, никого не подведем! Судя по визитным карточкам, к предстоящим стартам ребята готовились серьезно и основательно. В состав команды отбирались самые тренированные спортивные ребята-смены. Войти в сборную лагеря для участия в общегородских соревнованиях всегда считалось престижным и почетным делом. Мы, конечно, не спортсмены, но к этой спартакиаде готовились. Отрабатывали упражнения, эстафету. Детям очень нравится. Даже были некоторые соревнования между ними, кто пойдет на стадион. Вот. Ну, думаю, самое главное – это участие. Это задор, это детское стремление быть впереди, к чему мы и стремимся. Соревнования проходили в несколько этапов, параллельно на разных спортивных площадках. Пока на беговой дорожке стадиона стартовали бегуны на короткой дистанции 30 метров, ребята из других команд выполняли упражнения на силу и гибкость, отжимания, наклоны, прыжки в длину. Четкость и правильность выполнения заданий оценивала компетентная судейская коллегия. Командное первенство будет определяться по наименьшей сумме мест. Поэтому чем лучше выступают в каждом виде, суммируются, и отсюда складывается общий результат. В то же время в крытой части стадиона проходили соревнования по дартсу. Программу городского первенства среди детей организаторы решили не усложнять. Участникам достаточно было набрать как можно большее число очков из трех попыток, чтобы одержать победу. Чтобы дети знали, что это такое, как нужно правильно играть, заинтересовать их, чтобы они приходили сюда, тренировались, и, естественно, потом будем куда-нибудь поезжать. Итог турнира можно было спрогнозировать заранее. Лучший результат показала команда ребят из детско-юношеской спортивной школы. Юные дартсмены, уже постигшие азы игры, легко обошли начинающих игроков из других команд. Победителям вручили заслуженные награды, отметили грамотами и медалями. Я хожу на дартс уже два года, и мне как бы нравится. Но больше всего мне нравится игра, ну, большой раунд. Очень увлекательно. Я думаю, что если займутся не только дети, а вместе со своими взрослыми, теперь же, если придут домой, приобретут эту игру дартс, настолько увлекательно и глазами развивает. И командное, и желание, я считаю, что это очень хорошая игра для всех поколений. Так что участвуйте. Завершился летний спортивный праздник командной эстафетой. Финальный этап соревнований оказался самым увлекательным, но и самым напряженным. Эстафета включала в себя следующие задания. Бег с мячом, скакалкой, бег с обручами, перенос пострадавшего на руках. Ребята старались изо всех сил, чтобы не подвести команду и выполнить все задания без шрафных очков. Такое же мероприятие у нас сегодня проходит и в Дунае. Тамошние площадки, это 253-я, 258-я, тоже ДДТ и детская спортивная школа «Орбита» принимают участие в Дунае. На церемонии награждения всех ребят, показавших лучшие результаты, наградили кубками, дипломами и медалями. Впрочем, проигравших в этот день не оказалось. Общим призом для всех участников летних стартов стали хорошее настроение, отличная компания друзей, заряд бодрости для духа и здоровья для тела. Сегодня нам погода удачная попалась и очень, ну как сказать, не легко и не... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok